Перед истинной красотой все бессильно. Это как природный алмаз. Со словами писательницы Натальи Солнцевой сложно не согласиться. Тема внешности актуальна и в наши дни. Поддерживать ее в лучшем виде задача несложная. Ведь и сегодня человек, независимо от толщины кошелька, может обеспечить себе качественный уход за своей внешностью. Главное – желание. В этом стремлении на помощь приходят разнообразные медицинские препараты, народные средства, многочисленные, центры косметологии и хирургии. С какими просьбами жители нашего города обращаются в подобное учреждение, наша съемочная группа поинтересовалась у врачей-специалистов Брестского городского центра пластической хирургии и медицинской косметологии. Статистика такова, что наиболее востребованные операции у женщин является это на молочной железе и на лице. То есть молочная железа – это постановка имплантантов, увеличение и уменьшение молочной железы, подтяжка молочных желез в лицу – это подтяжка лица, подтяжка века. Наиболее востребованы, наиболее часто используемые операции в настоящее время. Следят очень тщательно. Женщины, конечно, больше, чем мужчины, но оба пола были замечены. Уходовые процедуры. Из врачебных манипуляций очень популярны аппаратные косметологии. Это фотоомоложение, фотоэпиляция, фото лечение угревых высыпаний, высыпание при розации. Также инъекционные методики омоложения – это мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика. 20-й век стал революционным в сфере косметологии и хирургии. Поэтому неудивительно, что количество желающих усовершенствовать свои внешние данные и просто привести в порядок лицо и тело с каждым годом растет. Причиной тому – доступность косметологических и хирургических услуг, их разнообразие и, конечно, влияние рекламы, пропагандирующей свои идеалы. В эстетической пластической хирургии сюда пациенты приходят здоровые. Они хотят улучшить свои внешние данные. То есть это такое основнополагающее различие между больными и пациентами. Здесь люди здоровые. У них просто есть какой-то комплекс, может быть, по поводу своей внешности, и сюда они приходят, чтобы этот комплекс мы устранили. Слуги эти существуют испокон веков и к нам всегда обращаются с проблемной кожей. Очень много молодежи и людей разного возраста, потому что у каждого свои проблемы с кожей, и мы стараемся всем помочь. Как бы там ни было, каждый человек, вне зависимости от особенностей, своей внешности обладает индивидуальностью. Об этом нужно помнить каждому из нас, ведь в погоне за идеалом мы рискуем нанести непоправимый вред своему здоровью, что приводит в конечном итоге к плохим последствиям. Ведь на вопрос, что такое красота, у каждого из нас свои представления. Мудрецы всей планеты на протяжении нескольких десятков лет пытались объяснить ее сущность. Цицерон считал, что красота – это неотъемлемое свойство здоровья. Чехов был убежден, что в человека должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли.